Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы посмотрим три важных события, которые произойдут у вас в ближайшем будущем. И это видео может подойти не каждому, но всё-таки обязательно смотрите начало. Если чувствуете, что видео с вами не резонирует, значит оно не ваше, и можно будет посмотреть какое-то другое видео на эту тему. Итак, три важных события, которые произойдут с вами в очень скором времени. Так, перемешиваем карты. Итак, вы сегодня у нас двойка кубков. Ну, двойка кубков – это человек, который такой вот добрый, компанейский, покладистый, старается людям идти навстречу. Возможно, вы в кого-то влюблены, и карта подтверждает, что этот человек тоже влюблён в вас, да? То есть в любом случае. Это очень хорошая карта, знак для вас, да? Что у вас может улучшиться в ближайшем будущем личная ситуация, личная жизнь, и кто-то может признаться вам в любви. Поэтому уже вот карта вас обозначает, как человека, который с кем-то энергетически связан, то есть в паре находится, да? И в этой паре будет обязательно всё хорошо. На сердце шестёрка Пентакли показывает, что, во-первых, вы хотите сколько отдавать, столько и брать. То есть выровнять вот этот момент энергетический, да? Что я делаю для людей, то люди в итоге столько же сделают для меня. Но также карта показывает, вы хотите решить какие-то вопросы с деньгами или на работе, а может, с какими-то официальными документами в ближайшем будущем. Ну и ещё эта карта, опять же, добрых людей, которые помогают другим, да? Под сердцем у вас солнце. Это очень хороший знак. Показывает, во-первых, вашу светлую энергетику. Вы добрый человек, который действительно может что-то сделать хорошее в жизни для других людей. Ну а также солнце показывает волну удачи, которая скоро придёт в вашу жизнь, да? И, возможно, какие-то позитивные программы у вас включились подсознательные. Поэтому действительно вы сейчас проводник доброй, светлой, прекрасной, изобильной энергии. Также солнце показывает успех во всех сферах. Допустим, программы оздоровления, исцеления, программы богатства, процветания, да? Ну и любви, успеха в любви, в семье, там, да? С детьми, может быть, какие-то вопросы под сердцем лежат, но они все должны решиться успешно. И вы прям чувствуете, что всё скоро наладится. Мысли у вас, карта шут, то есть обновление жизни, какой-то новый путь, новая дорога в жизни, да? Начать с чистого листа. Попробовать что-то новое, интересное. Желание общаться с людьми. Даже знакомиться с кем-то. Желание открыться этому миру. И смотреть на него наивными глазами, без страха. Желание путешествовать, да? О чём вы жалеете? Мужчина какой-то, король Пентакли. Может быть, в прошлом был. Может, оставил какую-то травмирующую ситуацию на сердце. Жалеете, что, может, так как-то получилось нехорошо с мужчиной, с каким-то. Прошлое. Ну, тут прям страдания, как даже, может, кошмары снились, или как, ну, невроз такой, да, какое-то состояние. О, потерь сколько было, да, переживаний, трудностей в жизни, испытаний, испытаний, испытаний. Плохо, может, даже долгое время спали по ночам. И вообще испытывали большие трудности в жизни. Но в итоге постарались как-то и духовно вырасти, и выровнять немножко так свою жизнь. Но чувствовали всегда вот как-то себя внутренне отделённым, одиноким человеком. Даже при наличии близких. Будущее. Восьмёрка жезлов. Развитие ситуации. Мир. Возможно, дорога какая-то. Или даже переезд. Повешенный. Показывает то, что ради ваших новых целей нужно всё-таки затратить много усилий, чем-то пожертвовать. А попожу мечей. И читать, и справки наводить о чём-то, да, и документы может собирать. То есть надо повозиться. Может, обучиться чему-то, чтобы действительно достичь каких-то высоких целей, которые вы себе надумали. Хорошо. Но вот при всём при этом давайте посмотрим три важных события, которые очень скоро произойдут в вашей жизни. Так, первое событие у нас. Жрица. Паш Пентакли. И десятка кубков. Так, ну вот тут надо проанализировать, да. Жрица — это же у нас и женщина, может быть, какая-то, да, которая просвещает, которая обучает чему-то, но и само по себе духовное развитие или даже открытие вашего потенциала, ваших каких-то магических или экстрасенсорных способностей в ближайшем будущем. То есть вот об этом карты тут говорят, но при этом есть Паш Пентакли с десяткой кубков, которые показывают, что приходит время для чего-то, да. Паш Пентакли, да, приходит время для чего? Для десятки кубков. То есть для того, чтобы научиться быть с другими людьми, допустим, жить в семье, да, но при этом и развиваться духовно, то есть развивать свои способности, но в семье. То есть пришло время объединяться с другими, пришло время, чтобы создать мощную такую ячейку общества, хорошую такую семью, да, добротную семью. Или хороший коллектив, может быть, да, допустим, там свой бизнес, хороший коллектив, рабочий, да, команда, чтобы работала вместе, объединить на основе каких-то глубоких знаний, да, глубокого изучения материала и, допустим, там прохождение, может быть, даже переаттестации курсов, то есть даже такое может быть. Но карты очень хорошие, очень буквально учусь в своё время жить в коллективе, да, в каком-то, в семье, в обществе, в некотором обществе, которое мне предназначено. Но и углублённо изучаю себя, познаю себя, развиваю, да, развиваю свою интуицию, свои способности, обучаюсь видеть себя, да, знать себя изнутри. Так, дальше. Второе событие. Королева кубков. Вот так вот как-то стихийно сложилось, да, что легла с королём. И паз жезлов. Ну, это большая любовь. Это пара, женщина, мужчина и, может быть, даже ребёнок, да, по пажу жезлов. Карты показывают такое объединение мужской и женской энергии и их балансировка. Может быть, это союз, очень такой крепкий любовный союз или жизненный союз с кармическим человеком, с партнёром или партнёршей. Именно большая любовь и осознание такого душевного единства. Но также карты показывают и обновление в личных отношениях между вами и кем-то, да, кто вам предназначен, как новый шанс даётся на что-то в личных отношениях. То есть прям свежая энергия пошла, огненная, яркая энергия пошла в энергию воды, тёмную энергию, да, в тёмную энергию глубоких вод. Карты здесь показывают, что если вы особенно одинокий человек, вы должны быть с кем-то в скором времени. Но если вы человек в паре, то это преодоление, преодоление всех проблем в паре. Ну, конечно, все проблемы вот так взять и разом, да, вот смахнуть нельзя. Но, по крайней мере, с этим можно работать на основе вот какой-то свежей прям энергии такой, новой. Да, обновление чувств. Или какие-то новые события, шансы в отношениях, именно касающиеся отношений. Смотрите, сколько у нас сегодня выпало дам, да, различных. И также мужчин, да, молодых и в возрасте. Смотрите, как интересно. У вас фигурные карты идут. Вот столько фигурных карт вообще в раскладе, да, показывают, что вы будете скоро в новом обществе или в каком-то обществе, где много общаться, будете с разными людьми, с мужчинами, с женщинами. То есть вам придется много разговаривать, много общаться и много видеть людей или слышать их. Допустим, даже если это общение по интернету, тогда постоянно с ними общаться на связи, да. Императрица, рыцарь кубков, рыцарь Пентаклии. О чем говорят? Ну, конечно, большое продвижение вперед в жизни. То есть идет такая широкая дорога жизни, да, вместе с какими-то людьми. И события с чем связаны? Мы выдвигаемся в путь, да. Мы куда-то продвигаемся. Это может быть карьерный рост, если вы работаете. А если не работаете, то вы находите для себя путь сердца. Вот буквально то, что вы желаете делать. И вы начинаете это развивать. Но на основе чего? Вам поступит некое предложение. Предложение что-то поделать, куда-то пойти, с кем-то поработать или пообщаться, да, на тему какой-то деятельности. Понимаете? Вы можете даже остановить одну работу и начать другую работу в скором времени. Но явно тут вот идет такой путь сердца, но связан именно с некой все-таки деятельностью. И вы от этой деятельности прям с удовольствием будете получать доход. Прям с удовольствием. Но вас туда может привести кто-то, да, вот все-таки люди какие-то, которые с вами на одной волне, на связи, да, там на жизненном пути встречаются. Вот я говорю, у вас прям много людей встречается в скором времени на жизненном пути. А ведь вы хотели этого обновления, да, у вас уже в мыслях оно было. И, конечно, это действительно вот свежий ветер, свежая энергия людская, общение такое, да, вот живое. Это очень классно. Ну, такой ответ у нас сегодня. Всем спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарий, срезонировало или нет. Подошел ли вам вот этот однопозиционный расклад. И до новых встреч!